Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пластмассовый Енот. Простыми словами о термопластных автоматах и не только. Сегодня мы поговорим о настройках открытия и закрытия пресс-формы, а также о настройках защиты. Андрей, я правильно понимаю, что настраивать открытие и закрытие нужно при каждой смене формы? Да, как только мы поставили новую пресс-форму, нам необходимо настроить открытие и закрытие. Если форма работает долго на станке, то эта настройка не требует регулировки, изменения. Что такое защита? Защита защищает от попадания ледника в форму. Если он там останется в самой форме, то станок не сможет закрыть саму пресс-форму и выдаст защиту пресс-формы ошибку. То есть эта защита, это не защита человека, это защита именно самой формы станка, да? Да, да. То есть если туда впадет рука, нога, голова, то это не поможет, да? Нет. Для этого существуют механические защиты и электрические самого станка. Это именно дверцы, чтобы он устанавливался. Если не настроить защиту пресс-форм, так же это чревато тем, что может поломать какие-то знаки пресс-формы из-за того, что отливка будет какая-то жесткая, из жесткого пластика, либо она останется формообразующей и будет так же продолжаться цикл, и пойдет брак, если пресс-форма работает в автомате и за ней не смотрит оператор. То есть защита заключается в том, что просто при наличии какой-то помехи в зоне смыкания станок останавливается и выпадает в ошибку, да, пока ты не уберешь это препятствие? Также открытие и закрытие самой пресс-формы желательно осуществлять плавные движения на открытие и на закрытие, чтобы она не срывалась на открытие и так же не срывалась на закрытие, чтобы не происходило никаких дерганий, чтобы как можно плавнее работало. Для плавного открытия и закрытия в нашем контроллере предусмотрено 5 стадий на закрытие и 4 стадии на открытие, тем самым мы сможем это реализовать. Как начинается? Первая стадия закрытия – это самая первая стадия, откуда она начинает свое движение на закрытие. Ее мы выставляем минимальные значения, как в данном случае стоят давление 40, скорость 10. В середине мы увеличиваем эти значения. Минимальное это 40, да? Минимальное это 10. Мы делаем 40. 40, но у нас скорость слишком малая, медленная была. В середине мы увеличиваем это значение. И давление, и скорость увеличиваем? Ну, давление мы оставляем такой же, скорость мы увеличиваем. И перед самой защитой мы немного замедляем, саму пресс-форму поставим 25, давление оставим такое же. Это третья ступень, да? Это третья ступень. А вот дальше уже смотрю. Дальше идет сама защита пресс-формы. Это как бы считается четвертая ступень? Четвертая ступень. Сама идет защита, то есть она работает как, например, со 120 миллиметров до 2 миллиметров. Она у нас должна пройти за 4 секунды с давлением 23 и скоростью 19. Если она этого не успеет сделать за 4 секунды, то контроллер выдаст ошибку. Защиту сама по скорости. 4 секунды, это именно касается защиты, да? Да, это касается защиты. И после того, как защита пройдена пресс-формы, начинается вдавливание под высоким давлением. Это уже то давление, с которым форма сама работает? С которым она будет работать. Ее рабочее. Под этим давлением будет форма поддаваться материал. Андрей, вот эти цифры, которые ты сейчас задал, это можно назвать, что это такие универсальные цифры для любой похожей формы? На небольшом станке они подойдут или надо как-то подбирать их на чем-то основным? Основное это, в первую очередь, от формы, зависит от ее веса, от ее габаритов, то есть от плавности. То есть чем больше вес, тем надо больше давление и скорости давать этой форме. Это сейчас примерные настройки? Это примерные настройки, мы сейчас их вбили и будем смотреть визуально, как это все будет работать. Если нас не будет это устраивать, мы их будем уже менять. Чтобы выставить значение защиты пресс-формы, для этого мы в ручном режиме смыкаем саму пресс-форму до конца, насколько она сомкнется. Пресс-форма сомкнута и мы смотрим на позицию формы фактическую. В нашем случае она показывает 1,3. Мы прибавляем где-то 1,1 или 2,1. Сейчас 1,3, но мы выставим 2. Если больше 2, то она у нас не закроется. Это делается именно в наладочном режиме, потому что разные формы бывают, пока могут сомкнуть в наладочном режиме на разное расстояние. То есть какие-то будут показывать 4 или 5 миллиметров. 1,3 это ее конечная позиция получается? В наладочном режиме, да, она может только так. Дальше ей нужно уже больше давления, чтобы в ноль сомкнуть. Как только мы выставили это значение, то выставляем давление и скорость, минимальное значение, и пробуем смыкать саму защиту. Для того, чтобы проверить, защита работает она или нет, мы будем использовать летничок нашей формы. На нашей форме вот такой летник. Сейчас мы пресс-форму открываем, вставляем летник, тем самым имитируя, что отливка осталась в зоне пресс-формы. И начинаем смыкание. Защита сработала, да? Защита сработала. То есть за 4 секунды она не успела пройти нужное расстояние и сработала защита. Это означает... Летник выглядит вот так. Практически целый он должен. Чуть-чуть подумялись кончики самих летника. И что это значит? Что нужно защиту увеличивать, нам уменьшать или что? Это означает то, что защита пресс-формы у нас работает. И что ничего не нужно больше делать. Теперь мы смотрим на плавность открытия и закрытия самой формы. Смотрим. Ну что, это плавно было или нет? Ну, в середине немного быстро. Мы уменьшим вторую стадию закрытия. Поставим 35. Скорость уменьшена? Скорость, именно скорость. Ты сейчас играешь скоростью, а не давлением, да? Можно по-разному делать. Либо давлением, либо скоростью. Особо разницы никакой нет. А зачем вот 5 стадий, да зачем все 5? Можно же по идее там в 2 стадии, да? Быстрая стадия и медленная в конце. В конце, если будет слишком медленная, то защита пресс-формы, возможно, тогда не дойдет она до защиты пресс-формы. Сама, если мы будем очень медленно. А в начале нам нужно, чтобы чем плавнее ход начинался, тем лучше. Из-за этого нам надо в начале самым медленные значения воспользовывать. Вот так вот. Нас устраивает это. Ничего не дергается, все работает плавно. Ну, это субъективно, да, определяется, нормально или ненормально. Да. Ну, если будет неправильно, то начнутся вибрации, дергания самого колено-рычажного механизма. То есть, если нет вибрации, и ничто не гудит, не скрипит, не вибрирует? Да, в принципе, на этом можно остановиться. Ну, а напоследок, бонусный трек, так сказать, как мы проверяем наших наладчиков, их работу. Правильно они или неправильно оставили защиту пресс-формы. Будем запихивать вот такие изделия, которые производятся, когда стоят в этой форме. Посмотрим, насколько они деформируются, сломаются. Опа. Целая. И ошибка защиты пресс-формы. Второй палец Андрей разместил, да? Теперь она лежит. О, кажется, она была уничтожена. Целая. Даже не сломалась. Так, изделие не повреждено. Это значит, что защита работает хорошо. Это был канал Пластмассовый Енот. В этом видео Андрей нас научил настраивать открытие, формы, закрытие, а также защиту. Если видео на нашем канале вам полезны, поддержите нас лайками, комментариями, а также подпиской на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzок Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...